На текущей неделе произошло радостное событие. Крым вошел в состав России. Событие это не только политическое, но и экономическое. Вокруг данного события было много разговоров, много мифов. Соответственно, будет правильно разоблачить наиболее громкие из них. Первый миф, что экономика Крыма отсталая, маленькая и создаст России много проблем. На самом деле это неправда. Размер экономики Крыма составляет примерно 1% от размера экономики России. Совсем недавно ведущие мировые инвестиционные банки ожидали рост российской экономики в текущем году на 2-3%. Потом прогноз был понижен до 1-2%. Теперь, видимо, надо возвращать прежний прогноз. Более того, российские макроиндикаторы в феврале улучшились. Соответственно, может быть, мы выйдем на уровень даже 3-4. Дальше посмотрим. Если есть люди, которые говорят, что у Крыма нет конкурентных преимуществ, они, мягко сказать, не правы. 27% экономики Крыма – это туризм. Но это было до российских инвестиций, которые обязательно придут в Крым. Это будут как деньги госкомпании, так и частных инвесторов, прежде всего, с Северного Кавказа. Ясно, что доля туризма в экономике региона будет расти. При этом можно ожидать, что рост экономики Крыма в ближайшие годы будет превышать 10%. Ну и, наконец, главный миф. Миф о том, что Крым – это настолько сложный дотационный регион, что это может подорвать бюджетную стабильность в Российской Федерации. Дополнительные расходы на пенсии составят 2 миллиарда долларов. Дополнительные расходы бюджетникам в Крыму плюс содержание больниц, школ и так далее – это еще 1,5 миллиарда долларов. То есть 3,5 миллиарда. Для российского бюджета это просто копейки. Более того, несмотря на то, что рост экономики России оказывается хуже ожиданий, за первые два месяца текущего года российский бюджет сведен с профицитом. Сказалось, дорогая нефть и слабый рубль. Поэтому присоединение Крыма российская экономика фактически просто не заметит. Вхождение Крыма в состав России вызвало рост на российских площадках, укрепление рубля. Инвесторы сильно переоценили риски западных санкций. Однако, конечно, Крым – это и прекрасная возможность заработать. Прежде всего, это инвестиции в крымскую недвижимость. Кто знает, может быть, через несколько лет крымская недвижимость будет стоить не намного дешевле Сочи. Россия стала больше. Российская экономика прибавила примерно 20 миллиардов долларов. Россия получила 2 миллиона человек. С точки зрения любой экономической теории – это однозначный плюс. Любые мелкие минусы, которые, как мы показали, достаточно несущественны, не идут ни в какое сравнение с теми плюсами, которые получит российская экономика. При этом мы говорили только об экономике, не касаясь военно-политического аспекта. Это отсутствие теперь платы за аренду нашего флота. Ну и, конечно, теперь Россия без проблем контролирует все пространство Черного моря и, соответственно, имеет паритет с Турцией. Мы видим только плюсы. Минусы у нас только несущественны или их просто нет. Редактор субтитров А.Семкин